Здравствуйте, меня зовут Элина. Мы отдыхаем в Геленджике и купаться и загорать ходим на пляж Сады Морей. И сейчас я вам хочу показать часть набережной, которая идет в ту сторону. Она выглядит совершенно по-другому, не так, как в прошлом году. Пойдемте смотреть на красоту. Стартуем от вечного огня и будем продвигаться в сторону маяка. Справа у нас находится пляж Дельфин. А слева группа разных кафе. Но здесь вроде как все как в прошлом году. Пойдемте дальше. Вот, посмотрите, первое новшество. Вот такая скамеечка. Она обтянута искусственной травкой. И есть деревянное сиденье. Вот такого в прошлом году не было. Это новинка. А вот, посмотрите, какая композиция. Рояль и скамеечка. Раньше на этом месте была клумба в виде павлина с распущенным хвостом. Тоже было очень красиво. Ну и это неплохо. Посмотрите, это очень оригинально. Вот еще одна такая же лавочка. Ну-ка, подойду поближе, посмотрю, что за покрытие. Достаточно мягкая травка. А на этом месте был небольшой аквапарк. Не помню, как он назывался. Кажется, Дельфин. Его демонтировали. И вот теперь здесь что. А чуть дальше. Вот какие-то детские аттракционы надувные. А в этом месте поставили игровые автоматы. Раньше такого не было. Возле кафе Эдем сидят вот такие миньоны. Но они старые, уже несколько лет отсидят. Да, постарели. Постарели, да. Все молодец, постараюсь берут, да, они стареют. Около ресторана хата казака. Вон, посмотрите, какая-то бричка. Она вроде бы была. А на этом пляже, как всегда, играют в волейбол. Не леним на жаре. И наша старая знакомая, кошка Машка. Как мы ее рады видеть. Сейчас покормим. Наверное, уже года три с этой кошечкой знакомы. Кормим ее каждый день. Ну, когда она к нам выходит. А, Маш, как тебе? Машка, кушай, кушай. Сытая, да? А, ничего, пошло дело. Вот сегодняшние показатели. Воздух 28, вода 25. Ну, значит, комфортно. Дизайн вот этого места мне очень нравится. Отель такой необычный. И вот так выстрижены кустарники. А эта барышня со стулом с прошлого года здесь стоит. И никто ж ее не посадит. Она же памятник. И еще я очень рада видеть, что вот это здание на месте. Его не снесли. Хотя говорили, что с прошлого года под снос готовят. Мне так жалко его. Оно мне нравится. Красивое. Напротив него газон с юбками. А по стороне здания вот такие, я не знаю, что это, кипарисы или туи. Честно говоря, не разбираюсь. О, еще одно рыжее сокровище. Тоже ему немножко дали. Курочки в соусе. Кушаешь? Аж мурится. Кушай, кушай. Рыжий котик с осени закормленный. Да еще и глухой ему кис-киса. Он попой сидит. А вот серенький быстренько сообразил. Вот кого кормить-то надо. Голодный. А в этом фонтане живут живые рыбы. Сейчас посмотрим, живут ли они до сих пор. Да, рыба есть, но фонтанчик не чистили давненько. Вода мутная, листья нападали. Ну, ничего, почистят. Я тут застану прозрачную воду, сниму их еще разок. И, кстати, здесь всегда вокруг фонтана вот такие неубранные участки засохших листьев. Ну, сентябрь, что вы хотите. Вот они все опали. Ну, правда, на набережной их нет. Почему-то только здесь. Детская площадка выглядит так ярко, обновленно. Посмотреть вот в этот телескоп стоит 1 минута 10 рублей. А вот в этом месте набережная, это как раз где ЖК «Акватория Дома Корабли», поставили какие-то странные инсталляции. Честно говоря, я не понимаю, они, может быть, светятся ночью, а днем они выглядят, ну, как-то вот, не знаю, мне не очень нравится. Покрытие перламутровое, металлический каркас. Что вообще вот это? Ракушки? Это тоже новинка. В прошлом году не было. Еще один представитель кубизма. Надо будет вечерком сходить и посмотреть, действительно светятся ли они. А вот это местечко я помню, вроде бы в прошлом году оно было, или что-то очень похожее вот на этом самом месте. В кафе «Шоколад», похоже, ремонт крыши идет. А это уже начинается пляж Сады Морей, но мы идем к самому дальнему входу. Ну, какие приятные горшочки голубые повесили с цветами. А это что, карликовые березки? Сейчас поднимемся вот туда наверх. Тут, как всегда, фонтанчик, ну, он такой слабенький, но все равно симпатичный. Наверх ведут лесенки. Одна, вторая. Ну что, осмотрим панораму этой части бухты. Та-то, ты, 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 ты. Та-то, ты, ты. Продолжение следует... А вон-то апартаменты с Адемарей. Виден только верхний этаж. А, вот куда переехал Блэк Стар Бургер. Он раньше на Крымской был, где ЖК Акватория. А это кафе Астория. Сколько тут получается? Три этажа. Вот вход на пляж Садемарей. Но это не наш. Мы идем еще дальше. Кстати, если кто-то хочет перекусить или напиток взять прохладительный, вот точка. А вот здесь на лужайке тоже люди располагаются под пицунскими соснами. И совсем не обязательно идти на пляж. Вот, кстати, посмотрите, какое богатство. Такой целебный воздух от этих пицунских сосен. Он смешивается с морским бризом. И получается коктейль воздушный, который прямо пил бы и пил. Везде можно взять вот такие самокаты на прокат. Напротив нашего входа на пляж вот такой киоск. Он всегда здесь стоит. Здесь жевательный мармелад. Корабль сладостей. Он, кстати, так сильно подорожал в этом году. 129 рублей за 100 граммов. А это устройство для моментального фото. А вот этот спуск уже наш. Идем на наше местечко, на пляж. Мы на месте, располагаемся. Спасибо всем, кто гулял со мной. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok